Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше прохождение Муртопия Классики Чни за Гаруспиком. Итак, у нас начинается четвертый день, а с ним приходит куча писем, поэтому давайте разгребать весь этот спам. А писем очень-очень много. Так, начнем, наверное, мы с вами. Рубин продолжает угрожать. Меня пытаются убедить в твоей невиновности. Хочется верить, но я не верю. В словах твоих заступников слышится ложь и корысть. Плохие из них, утешители. Чем настойчивее они оправдывают тебя, тем хуже выходит. Где ты прячешься? Рубин, Рубин, я уже 20 раз сходил возле твоей прозекторской, ты меня не увидел. Так что, извиняй, но я к тебе не пойду. Такс. Два других письма, друзья, мы уже с вами превосходно знаем. Это эпидемия и секретная нотация. Они поставляются каждому персонажу игры. Эпидемия. Ладно, прочитаем. Обращение к жителям города. Граждане, городские власти объявляют чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией смертельной болезни, известной под названиями земляная чума, песчаная лихорадка и песочная грязь. Болезнь чрезвычайно заразна. Способы ее распространения изучены недостаточно. По предварительным данным, передается контактными и воздушно-капельным путем. Сыворотка и другие средства ожидаются только с регулярным поездом. В настоящий момент сыворотки в городе нет. Будьте осторожны. Гражданам запрещается выходить на улицу, вплоть до особого распоряжения. Помните, что вероятность заболевания значительно снижается внутри закрытых помещений. Прокаливайте столовые приборы, кипятите одежду, истребляйте крыс. Кстати, вот это самое важное. Вот это нужно вообще в отдельный пункт вынести. Крысы – это такое зло. Не поддавайтесь панике. Почта, а также минимальные порции воды, продуктов и медикаментов будут разноситься по домам, врачами, исполнителями и рассыльными. Все запросы формулируйте в письмах и оставляйте по дверью для рассыльных. Обращение составлено по поручению бакалавра Данковского и утверждено чрезвычайным и полномочным комендантом города Александром Сабуровым. Все распоряжения бакалавра Данковского обязательны к исполнению. Друзья, в этом письме для нас есть лишь одна полезная информация. Это то, что Александр Сабуров теперь у нас получил полномочия и стал новым комендантом города. И для нас, конечно же, это самое худшее, потому что он в прямом смысле этого слова нас хочет прикончить, закопать. Даже не в тюрьму посадить. Нет, нет, он хочет нас просто линчевать. Поэтому для нас это, конечно же, в ситуациях уже некуда, но мы справимся, как всегда. И секретная нотация, которая поставляется только играющим персонажем, а не обычным жителям, потому что она содержит очень плохие новости. Обращение к патрульным, санитарам, рассыльным и исполнителям. Эта нотация является секретной. Не распространять среди гражданского населения во избежание паники. Болезнь неизлечима. Сыворотки не существует. Скорее всего, из столицы сыворотку не пришлют. Но есть и хорошие факты. Вероятность заболевания значительно снижается при употреблении иммунных медикаментов. На данный момент известно, что помогают так называемые А-таблетки и Б-таблетки, желтые и синие. Помните, что крупные дозы этих лекарств наносят ущерб здоровью. Повышение иммунитета способствует защитная одежда и синтетических материалов. Категорически нельзя использовать шерстяную одежду, паразиты. Одежду нужно систематически обновлять. Третье. Внимание. Болезнь прогрессирует неоднородно. На ранней стадии болезнь почти не развивается. Если задерживать ее развитие антибиотиками. Но при повторных контактах с зараженными объектами, болезнь начинает прогрессировать лавинообразно. Четвертое. Болезнь не передается воздушно-капельным путем. Пути заражения на данный момент неизвестны. По предварительным данным, на ранней стадии развития болезнь не заразна вообще. Общение со здоровыми в этом случае не возбраняется. Пометка от исполнителей. Приписка специально для вас. Ввиду вашей особой миссии, избежать заражения вам, скорее всего, не удастся. Поэтому, если вы заразитесь, не отчаивайтесь. Не раньше, так позже. Ну, спасибо. Поддерживайте болезнь на инкубационной стадии. Пейте антибиотики. Рано или поздно сыворотка будет изобретена. Помните о так называемых детских порошочках. Они выжигают внутренности, но болезнь истребляют. Крепитесь. Спасибо вам, огромные исполнители. Вы так мне помогли. Это просто неоценимая помощь и поддержка. У меня даже порошочков-то нету, поэтому нам конец, друзья. Нам конец. Ладно, прочитаем, друзья, последнее письмо. Это выдержка из дневников Исидора Бураха о первой вспышке. Друзья, это та самая первая вспышка, которая возникла в сырых застройках, как вы помните. И Исидор Бурах смог ее остановить в свое время. Сырые застройки. Общая сводная по домам. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Состояние на обход 4 часа. Зараженных 118. Умерших трое. Состояние на обход 7 часов. Заболевших 281. Умерших 99. Дома 1,6. Умерли все, кроме коров, обхон, дети неизвестны. Карантин. Дома 12,14. Заколочено. Итог. Распространение стремительное. Смертность практически стопроцентная. Спасение только чудом. Локализовать самыми жестокими мерами. Черный карантин. Кожевинные. Дома 2,7. Пограничные с сырые застройками. Странные признаки. Заколочено. Сырые застройки. Состояние на обход 2,30. Зараженных 51. Умерло 217. Здоровых нет. Не заразились после приема воробьиного состава. Я, Уприн, Рубин. Заразились после приема скорого варева. Обонд, Нурх, Боде. Исцелены мертвой кашей. Нурх. Видите, тут уже даже Исидор разрабатывал тоже различные сыворотки. Например, воробьиный состав. Уж не знаю, что в него входит. Но он помог ему, Уприну и Рубину. Они излечились. Как-то не странно. Что в него входит, неизвестно. Что это за состав тоже. Заразились после приема скорого варева. Обонд, Нурх, Бода. Исцелены мертвой кашей только Нурх. Все это признаки ее близости. Сок. Наступит срок, когда древняя мать, изголодавшись, вожелает пожрать свое дитя. Не измерить глубину ее зева. Не остудить жары черных пустот. Почва, грязь, плотная тьма. Ужас. Ну, видимо, тут Исидор совсем отчаялся. Но, как мы помним, он смог остановить эту вспышку. Он заколотил просто все кварталы. Все, конечно же, умерли, но болезнь, она ушла. Потому что она не может жить вне живых тел. То есть, вне крови, фактически. Так что вот, ура! Закончили с письмами. Теперь, друзья, наверное, стоит поспать нам. Сколько времени? Четыре часа. Ну, поспим. Ева, ты же не против, да? Ты же меня любишь, да? Ладно. Три часа поспим. И наступает четвертый день. Количество умерших 200 человек, количество заболевших 60. Беспокойство властей растет. До конца осталось меньше девяти дней. Да ладно, еще времени-то куча. День четвертый, к концу которого Гаруспик сможет обрести друга и обнаружить полуживого врага. Ну, это прекрасно. Друзей-то у нас особо и нету. Ну, кроме Ольгинского. И то, как сказать, друг. А вот враг еще. Ну, это интересно. Сегодня мы, друзья, с вами намного ближе познакомимся, наверное. С язвой песочной. Но не до конца. Еще не до конца. Мы только начинаем вот так вот понемногу втягиваться в этот процесс. Так, давайте поедим. И я бы, конечно, подождал письма, как всегда. И письмо должно у нас прийти от Бакалавра. Он должен сверху спуститься. А вот. Вот и письмо. И принести нам письмо. Давайте посмотрим. Приглашение Бакалавра. Что прячет Рубин? Похоже, я не во всем могу доверять нашему общему знакомому. Он скрыл от меня кое-что важное. Срочно приходите. Думаю, материал, с которым он работает, может быть полезен и мне, и вам. При встрече расскажу подробнее. Даниил Донковский. Ну что же. Давайте пообщаемся. Что скрывает у нас Рубин? У вас в городе даже нет подходящей больницы. Вчерашняя затея обернулась крахом. Из мертвых клеток культуру микроба выделить не удалось. Но это не страшно. Надежда еще есть. Крах? Не слишком ли это громкое слово? Слово самое подходящее. Живую бактерию получить не удалось. А от этой, прошу прощения, дрянцы, которая остается от нее в мертвых клетках, никакого толку нет. Не говоря уже об антителах, но я не отчаиваюсь. А по какой технологии вы делаете вакцину? О, в этом каменном веке, я еще раз прошу прощения, технология только одна. Культуру микроба обрабатывают природными реагентами, чтобы адаптировать ее. То есть Рубин обрабатывает. Я проверяю результат. Тебе же все это известно. А почему обязательно нужна живая культура? Да потому что назначение вакцины – дать организму возможность вырабатывать иммунитет, научить его бороться с инфекцией. Это же ясно. А как интересно, сильный организм будет реагировать на эти микробные экскременты? Да мне известно, что такое вакцины. Я не идиот. Я хотел узнать, точно ли в мертвых тканях нет антител? Точно. Но стоит поискать дальше. И где же? У мастера Рубина, который не доверяет мне и скрывает что-то важное, есть странный источник. На основе этого источника он уже делает первые пробы. Это, конечно, не вакцина, но уже кое-что. Думаю, тебе это тоже может быть интересно. Вы с Рубином трудитесь над вакциной. Я не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что делаю я. Мне нужен микроб. Тебе нужны антитела, не так ли? Выслушай меня, а потом отказывайся. Ну хорошо, я слушаю. Похоже, Рубин работает с загадочным носителем болезни, в крови которого есть уже ослабленная культура микроба. Сомневаюсь, что от нее можно изготовить вакцину. Судя по всему, ваши реагенты действуют на нее беспощадно. Но что ослабило инфекцию? А кто этот носитель? Мне и самому интересно. Мне Рубин ничего не говорит, но ты же связан с ним более тесными отношениями, чем я. А может быть, он откроет тебе то, чего мне не открыл? Ха! Рубин ненавидит меня! Ничего подобного. Когда я говорил с ним о тебе в последний раз, я подробно живописал твои подвиги и доказал полную несостоятельность его подозрений. Теперь он видит в тебе героя и сожалеет об этом при падке гнева. Ну да, конечно. Вспоминая я письмо, которое он нам прислал сегодня. Как он там пытается нас достать? Хочет нас своими руками придушить? Конечно, вы просто прекрасно мне помогли. Он вам поверил, Бакалавр. Ты такой вообще наивный. Ладно. А как мне его найти? А вот этого я тебе открыть не могу. Я дал слово. Да что за бред? Я дорожу доверием Рубина. Оно хрупко. Если он узнает, что я открыл тебе его тайную берлогу, которую, кстати сказать, ежечасно ищут вооруженные погромщики, я потеряю бесценного союзника. Нет. Ищи Рубина сам. И как ты советуешь его искать? Меня познакомила с ним милейшая особа по имени Лара Равель. Она очень добрая и трепетное существо. Полагаю, не имея хорошей репутации, войти к ней в дом не так-то просто. Но ты, вероятно, сумеешь пробиться с боем. Ха, я понял твой намек. Это была шутка, да? Ну просто прекрасно. Итак, с Рубиным поддерживает отношения хозяйка этого дома, Лара Равель. Интересно, кто она, капитан Равеля? Жена или дочка? Не помню. Ох ты, оказывается, Гаруспик знал капитана Равеля. Вот это интересно. Итак, друзья, на самом деле ситуация совершенно и полностью бредовая. Потому что вроде бы Бакалавр рассказал нам, как искать Рубина, но при этом он не хочет нам напрямую сказать, где его искать. Да что за бред полный? Мы должны найти его сами. Понимаете ли, он дал нам слово. Точнее, слово Рубину он дал, что не выдаст его местоположение. А то, что он рассказал, как найти его, нет, это совершенно другое дело, понимаете ли. Ну что за бред? Что это за бред? Сказал бы просто так, и мы бы нашли его, и все, нет проблем. Ох, этот Бакалавр. Ну ладно, ничего не поделать. Нам нужен Рубин, потому что он работает с загадочным источником, который умеет выделять эти антитела. Ну мы все прекрасно знаем, что это за источник. Конечно же, это тело Симонакайна, и именно в четвертый день Рубин у нас куда-то пропал и утащил с собой тело. Кайна его весь этот день разыскивают, пытаются найти и наказать. А Рубин тем временем перемалывает все до последнего кусочка тела Симонакайна. Вот так вот. Что ж, друзья, как у меня прошла ночь? А прошла она очень интересно. На самом деле вы можете спросить любого жителя, и они расскажут вам, какая это была ужасная ночь. Крики и стоны все еще слышатся в закулках этого ужасного городка. Люди не могли спать всю ночь, потому что крики были настолько ужасны, что они собирались по домам и не хотели выходить на улицу. Да, друзья, даже многогранник покосился на 2 градуса и перестал преломлять чудеса от этих ужасных воплей, потому что горхонский потрошитель вышел в эту ночь на темные улицы города и стал охотиться на ужасных бандитов и мародеров. Ну, в общем, вот такая вот история. На самом деле я не умею рассказывать страшные истории, я вообще позитивный человек, поэтому вообще все прекрасно прошло. Я получил немножечко органов, правда, всех уже продал. Сходил к червям. Оказалось то, что травы, они очень дорогие, особенно савьюр. Савьюр стоит 20 единиц. То есть я отдал практически все почки на савьюр. Купил всего 3 штучки, потому что больше не продают. Поэтому, мне кажется, нужно перейти на какую-то более, что ли, дешевую вакцину. Потому что, ну, савьюра мало, хватит только еще на 2 бутылочки. Может быть, что-то более эффективное найдем? С белой плетью, например. Надо посмотреть. И мы добрались с вами до домика Лары Равель. Лара, только не выгоняй меня. Кстати, мы с ней еще не знакомились. Я сомневаюсь в том, что она будет нам рада, потому что слышала наверняка о наших подвигах. Я помню, как ее бакалавр утешал. Не беспокойся, Гаруспик не такой плохой. Он к тебе не придет, а сам выдал. Ее местоположение рассказал нам то, что она знает про Рубина. Ну ладно. Я вам рада. Сердце у меня бьется с перерывами и больно щемит внутри. Кто ты такой? Тебе прислал Рфист? Что это за пятна у тебя на одежде? Где? А, вижу. Везде. Это кровь. Да? Я могу помочь тебе. Я ищу Стаха Рубина. Где он может быть? По счастливой случайности? Я знаю. А зачем он тебе? Ты хочешь отомстить ему? За что? Он же грозился покарать тебя. Он верит, что это ты убил Сидора. Это... Это ведь не так? Правда? А сама ты как думаешь? Ах, я уже ничего не знаю. Если что, Рубин сумеет постоять за себя. Где он теперь? Так зачем же он тебе нужен? Я делаю панацею, как и он. Хочу узнать о его успехах. Ты дашь мне честное слово, что никому не откроешь этого места. Можешь поклясться в памяти твоего отца? Да. Была стычка на заброшенных складах возле заводов. Горожане открыли логово бритвенников разбойника Браги. Это которые первые стали резать. О боже мой. Резать людей. Рубин тайно проник туда. Его позвали, чтобы перерезать раненых. Посмотри там. Спасибо, Лара. Вот ты сдала Рубина. Рубин, держись. Я тебя нашел. Ну ладно. Оказывается то, что именно в четвертый день, как вы помните, вышли на улицу города бритвенники Браги-Бродобрея. Этого замечательного человека, который откололся от банды Грифа и решил сам резать людей. Именно Рубин пошел помогать добрым гражданам, видимо, в исцелении. Хотя я не понял, то ли Рубин там помогает бритвенникам, перевязывает раны, то ли жители пошли на бритвенника в Браги, потому что комитант Сабуров, как мы знаем, ничего не хочет делать. Он умеет только красивые лозунги, да, говорить, что-то такое показывать, делать такой вид напыщенный, что он старается ради блага города. Очень сильно старается, ловит бандитов, на самом деле он ни черта не делает, и охранники у него вообще только жители обычных избивают. Поэтому, видимо, жители сами решили взять ножи в руки и пойти на бритвенника в Браги. Случилась тычка, и теперь Рубин там перевязывает раны. Но, друзья, мы туда не пойдем с вами сегодня. Почему? Потому что как только мы зайдем в логово Браги, на этом четвертый день окончится. Вообще, друзья, четвертый день это самый короткий день за гору Спика. Почему? Потому что его можно пройти, вот, просто проходя все миссии, да, и дополнительный основной квест за 20 минут. Если проходить только основной квест, минут 10. Если проходить основной квест, не читая ничего, минут 5. То есть за 5 минут можно пройти этот день, это просто невероятно. Ну, конечно же, мы пройдем его минут так за 30, ну, за час, получается, за 2 серии. Хотя там мы уже перейдем в следующей серии в следующий день. Поэтому, друзья, мы особо сегодня не спешим, спокойно проходим, изучаем. Такс, зачем я пришел, друзья, в выгоревший район? Нам с вами нужно достать несколько отмычек, они нам понадобятся сегодня. Как вы помните, в выгоревший район, это район, где чума была, всех истребила и ушла. То есть, по сути, тут уже больных нету. Да что ж такое-то, крыса? Да что ж такое-то? А-а-а! Наконец-таки. А теперь здесь у нас разбойничают мародеры. Прямо на глазах у Сабурова, можно сказать. Нам нужно добыть 4 отмычки. Потом узнаем почему, зачем и как. Поэтому берем наш обрезик, достаем, перезаряжаем. Я готов. Готов. На этот раз гархонский потрошитель приходит к мародерам. Ох, бойтесь, мародеры. Бойтесь. Так, а вот и первая жертва. Тебе не хватило одной дроби, ты что? Ты что такое творишь? Мародер. Я же тебя убивал с одной пули револьверной. Давайте посмотрим. Что у нас в этих домиках? Обычно, конечно, эти дома бывают роскошными. Здесь бывает много еды. Но бывает редко. Но метко. Так, пока что пусто. Выходите. Вас тут, ну, минимум 2. Минимум. Обычно здесь второй. Что, нету? Так, это уже интереснее. Никого. А, дом-то трехэтажный, понятно. Кстати, у меня такое ощущение, что именно в этот дом я зашел в оригинальном прохождении. Ух ты, грецкий орех. Плохо. И здесь было огромное мясо. Такой кусман целый. А теперь нету. А теперь нету. Печалька. Так. Желтые муники. Кстати, друзья, я уже собрал 39 штук. Ну, 10 я купил, а остальные собрал. Потом понадобятся. Так. Ну, давайте посмотрим наверху. Выходите. Я знаю. Давай, еще один здесь. Так, ну, это в основном разом. Конечно, вы можете бить их ножами, но даже не знаю. Вы столько здоровья потеряете. Мне кажется, ножами сражаться с мародерами это вообще... Ну, не то чтобы нереально, но зачем? Зачем? Нет, зачем, конечно же. Так, столовка. Ну, еда, еда, еда. Ну, где еда-то вся? Буду лимоны грызть. Что поделать-то? Раз ничего нету здесь. Совсем пустой домик. Ладно. Идемте дальше. Нам нужен еще один домик. Еще две отмечки. Так, наверное, зайдем... Ну, в этот. Какая разница? Можем, конечно, и в тот. Давайте в этот. Такс. Ух ты. Какой смелый, а? Он не ожидал этого. Ну, кто станет заходить в дом с двустволкой? Максимум, житель там возьмет какой-нибудь нож и все. Это максимум, что они возьмут с собой. А тут... Кархонский потрошитель заходит с двустволочкой. И тут мародер, конечно, присел. Не ожидал он такого поворота событий. Такс. Наверх. Ой. Тут, 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 тут. Вот это вы посмотрите, сколько он здоровья снял. Вы посмотрите, это просто половину. С двух ударов. Да вы что? Это же невозможно. Это невозможно Настолько, друзья, они сильные? Нет Мне кажется, ножом с ними сражаться Это вообще бесполезно Полностью бесполезно Так, ну, раз я так Пожертвовал своими жизнями Наверняка здесь должно быть что-то вкусное Обалдеть, рыбка Хлебушек Ну что ж, не зря зашли Ножик и денежки Ну что ж, я рад Я рад А поспать, кстати, я могу здесь? Нет, видимо, нет Жалко Так, а это только был второй этаж Знаете, как-то на третий я даже заходить не хочу Есть кто-нибудь? Вроде никого Мне бы одежду какую-нибудь Хотя зачем? Зачем, действительно? О, еще один нож И мясо Вот это круто Так, ну, вроде бы и все Ладно Что же, улов неплохой Конечно, я пожертвовал своими жизнями Истратил пять патронов Но все равно Неплохо Так, друзья Еще мы с вами должны зайти к спичке Навестить его Проведать, так сказать Нашего приближенного Так, никого по-тихому Так, никого по-тихому Пробираемся Магазин одежды Вот в магазинах одежды я вообще редко бываю Обычно покупать одежду нету смысла Совершенно нету Легче выкрасть Ух ты, черная тверь растет Две крысы Мне положить, что ли, некуда? Место занято Все Давайте посмотрим, что у нас там Да Шприцы, иголки Органы Ладно, потом возьмем Спичка, привет Как уберечься от заражения? Ты же доктор, должен знать Я хирург Я могу вырезать что-нибудь А это к бакалавру Представляешь, какая подляна Двудушники, сволочи Говорят, что я хану пятки чешу Предателем назвали Не берут меня с собой Грабить бритвенников Гады А их упрек несправедлив? Упрек? Так это называется теперь? Доноткин просто мне мстит За то, что я к нему не прибился в свое время Хан, небось, тоже нос поворотит Если его хоть чем-то попрощу Я для них на трубу даже лазал А эти гады из себя князьев строят Ну погодите Так они хотят ограбить грабителей? Ну да, хотят Только ни черта у них не получится Они рассчитывают вооружиться И оружие уже собрали в одном местечке Но я, пожалуй, их обломаю Вот что Давай уведем у них это оружие Заодно этих дураков От бандитских ножей убережем Ну давай Где этот склад? Иди к кладбищу Там стоит пень Мой приятель Скажи ему, что мы с тобой заодно Он тебя отведет куда надо Пароль Хлопатум Только смотри Чур делится Заберешь все себе Тебе отплатится Значит Хлопатум Договорились Гениальный план Значит спичку И двудушники не берут И хан не берет Поэтому он решил Отплатить и тем и другим Решил ограбить Оружейный склад Тем самым Якобы Прикрываясь Благородной миссией Что он спасает И Вдушников Которые хотят Отомстить бандитам От Лишних потерь Ну что ж План Неплох Поэтому мы должны Встретиться С его приятелем Пнем Который где-то Возле Кладбища И помочь Ну что же Я за Потому что Оружие мне нужно В любом случае Помочь тебе не помочь Не хочу помогать Ох Ты как все плохо Даже одного Уже этого убили Стражника Так А у них обычно И ты Как Я не понял Как такое вообще получается Ничего себе Вы тут Орудуете-то Парни Так Тогда я останусь тут Знаете Вы посмотрите Так как такое возможно Как вы убили Двух Я не понимаю вообще Нет 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 Фух Слава богу Пронесло У меня жизни-то нету Стража Да что ж вы такие Слабаки-то Вот это Органов я наберу Вы только посмотрите Круто Я конечно не понимаю Совершенно не понимаю Как он убил Двух Двух Стражников Это же невозможно Таблеточки Ну это просто прекрасно Какой сегодня Удачный день Для потрошителя Ого Такс Еще таблеточки Превосходно Вы посмотрите Друзья Вот это удачный день Вот это я понимаю Конечно Этот стражник Не против То что я Порезал его товарищей Видимо Совсем пофиг Ну ладно Так Ножик Ножик я взял Да Все отлично Так Мне бы Хотя бы Немножечко Подлечиться Что ли Умереть могу От ножа Так И на кладбище У нас друзья Сегодня вроде бы Заводы Заражены Через ночлежку Успен идти Как-то рискованно Ну ладно Посмотрим О, девочка Давай меняться Мне нужны Картичные патроны Как ты на это смотришь? Так Револьверный Ну что это такое? Проходим Проходим А, нет Не дошел Слава богу Мор остановился Прямо на границе Превосходно Ну там все Как всегда Моровые крысы Вот это плохо Вот это плохо Она ведь меня не видит, да? Она меня не видит А вот облачка Вообще подлые Конечно Постоянно залетают На территорию Здоровых районов А вот и пень Ну что же пень Идем грабить Дудушников Пеня Ну Чего пришел? Сам себя решил похоронить? Ух ты какой смелый Ты пень? Пароль Хлопотун Я пойду с тобой вместо спички А спичка молодец А то мало ли что Там опасно говорят Вообще А зверели эти гады? Как с цепи сорвались Я бы тоже им воткнул Если б мог Давай за мной Погоди Бежим без остановок Время дорого Ох Как бы не наскочить на них по пути Ну ты отобьешься Ну ладно идем Делать то нечего Поможем пацанам Ну конечно Кто же Как не я Спасу Бедных детей А как бы вы Сами со спичкой то прошли Вон я уже вижу там Веселая компания пришла Оружия у вас нету Булаками бы Забили Ох ты Что ж ты будешь делать Уже здесь ждут И когда они успели только Так Сохраниться лучше А то я умру кажется Да Так как бы от ножа То тут увернуться Ух ты Как это было близко то Успел однако Так Отступать вместо Есть Парни конечно Бежим без остановок такой Ага Сейчас Конечно Что то надо было Драбан наверное брать Да Уже так потратился Патронами то Так Надеюсь я его потом найду Вообще там Да что ж такое то Камни мешаются Так ну слава богу Отбился Жизни вообще нету Ножей у меня Слишком много Так Все Все Вроде бы все Никого не вижу По крайней мере Парень ты где Надеюсь он жив Так возьму ка я Нож получше Сколько Ножей Так И наверное Давайте Драбан Тут вроде бы еще один Где то спрятался Их трое должно быть Точно помню Что трое Так Ух ты Спокойно А где парень Куда парни дели Мне казалось что Домик вроде бы Вот это должен быть Если я ничего не путаю Парень Понятно Убежал Это довольно странно Ну ладно Куда он делся вообще Обещал ждать нас Хотя говорил Если отстанешь То все Так ну вроде бы Это дом Насколько я помню Если я ничего не путаю Он должен быть закрытым Ладно посмотрим Возьмем отмычку И наверное Выпьем с вами Что выпьем то Миродорм Мертвая каша Двериновый экстракт Вот этот вот А здоровья то совсем мало Нужно подлечиться Так Одежда есть Потому что домик то зараженный Ага Точно он Так а вот и оружие И патроны Прекрасно И бежим обратно Кстати даже не наткнемся На облачко Ха-ха-ха Как все прекрасно Это получилось И черт с тобой Убежал и убежал Предатель Тайник раскрыт Теперь мальчишки Не отважатся Задирать бандитов Скорее всего Это сбережет Еще несколько жизней Вот так вот Этот предатель ушел Я все расскажу спичке Как этот трус Смылся куда-то Так друзья Ну мы добыли Еще один дробан Теперь у нас их три И еще 10 патронов Картичных Это просто превосходно На этом друзья Все В следующей серии Мы заканчиваем с вами Четвертый день Вот так вот быстро И просто И отправляемся В пятый На этом все Всем спасибо Кто смотрел С вами был Теслер Увидимся В следующей серии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok